Меня зовут Бондарева Мария Владимировна, я ветеринарный врач-дерматолог сети ветеринарных клиник Катанай и работаю на филиале Костюшка 38 в городе Санкт-Петербурге. Сегодня мы решили повторить эфир, который был две недели назад, и он, к сожалению, по техническим причинам у нас пропал из записи, поэтому тема очень актуальная, и мы решили обязательно ее повторить. Поэтому сейчас я запущу следующий слайд, один момент, и мы начнем. Говорим мы сегодня про максимально актуальную тему, которая называется профилактика эктопаразитарных заболеваний. В первую очередь мы поговорим про защиту от блох и про защиту от клещей, от клещей, которых очень часто владельцы называют энцефоритными. Это те клещики, которые живут на улице и, соответственно, могут быть переносчиками очень неприятных болезней. Так вот, в чем сложность и неприятность этих самых эксодовых клещей? Да, они, конечно, могут вызывать непосредственно в местах укусов у животных болячки, условно говоря. У некоторых животных на укусы клещей могут развиваться аллергические реакции. При очень массовом заражении клещами, особенно у маленьких котиков и песиков, там, щенки и котята в том числе, могут быть даже и анемии. Самое основное, что эти клещи, они переносят очень многие заболевания, так называемые векторные или трансмиссивные. Тот же самый боррелиоз, тот же самый бобезиоз и много-много чего другого. Поэтому сами по себе клещи, ну, я бы сказала так, ну, клещ и клещ, ничего такого супер страшного нету, но то, что в себе клещ стоит, это крайне-крайне неприятно. Ну и плюс у некоторых животных, это не в нашей стране, в основном встречается. Я не слышала упоминаний, чтобы в России такое было. В Австралии особые виды клеща при укусе могут вызывать клещевой паралич, то есть у животного будет паралич ровно до того момента, пока клещ либо не будет снят, либо сам не насосется и не отпадет. Вот о ком мы говорим. Неприятные такие товарищи, они могут при кровососании увеличиваться в десятки раз в размерах. И вот у вас на фотографии сверху маленький щеночек, чье ушко полностью забито этими клещами, я думаю, что во-первых, это достаточно неприятно и дискомфортно, а во-вторых, эта проблема с анемией у этого щенка вполне себе может быть. Несколько слов про блох. Что следует помнить, о чем забывают владельцы, даже не знают владельцы животных и часто забывают ветеринарные врачи. Блохи не живут на животном. Это животные с полным циклом превращения, то бишь у них происходит только кровососание непосредственно теле животного, как я их называю, столовая, то их часто путают с вшами. Вши это такие товарищи, которые живут и размножаются на животном. Сейчас, одну секунду, я припусь. Я прошу прощения за маленькую техническую заминку. Поэтому напоминаю, что блохи на животных не живут. И когда вы видите, на животном раздвигаете шерсть, видите, что там блошки бегают, это вы в данный момент заметили этих насекомых в период кровососания. Они обычно недолго проводят время на животном, где-то одну-две минуты, находят быстренько место, где можно укусить зверька, напиться крови и убежать размножаться в окружающую среду. Соответственно, сейчас я вам покажу, как это выглядит. Один момент, переключу слайд. Вот, чтобы мы знали, около 5% популяции блох, которые находятся рядом с животным, вокруг животных, это взрослые особи. Все остальное это стадии развития яйца, личинки и куколки. Соответственно, если мы, например, есть такие исторические, курьезные случаи борьбы с блохом, мне даже владельцы некоторые рассказывают, видят блоху, они ее просто ловят. На самом деле, вы не решаете никаким образом проблему, потому что эта блоха все равно вылупится из ближайшей куколки и точно так же будет кусать животное. Очень часто владельцы животного говорят просто такую фразу, что у моего животного блох нету. То есть, я его осматриваю, там нету ни насекомых, ни следов жизни деятельности блох. Но на самом деле, вот такие черные запятые, переваренную кровь, как фекальные массы блох, вы на животном найти можете с большой, 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 с большой вероятностью, что не найдете. Соответственно, особенно это очень характерно для кошек, потому что кошки животные достаточно чистоплотные, они прекрасно занимаются грумингом, и вы просто-напросто такие вещи можете не заметить. Соответственно, если вдруг вы не видите на теле животных никаких следов жизнедеятельности блох, это не означает, что блоха ваше животное укусить не может, и соответственно, такому животному обязательно нужны противопаразитарные препараты. Немножечко про механизм действия препаратов. Грубо говоря, их все можно разделить на две большой группы, те, которые действуют местно, и те, которые действуют системно. Действуют местно эти препараты, это капли на холку в основном, либо ошейники, они наносятся на кожный покров животного, и препарат распределяется либо в липидном слое рогового слоя эпидермиса. Эти препараты могут проникать в потовые железы, в волосяной фолликул, в сальные железа, и какое-то время там сохраняться, ну вот ровно, как написано в инструкциях, там, допустим, 4 недели для этого препарата остаточный эффект действия будет. Системные препараты, они за счет того же самого, например, как топикального нанесения на кожу, они могут всасываться через дерму, попадать в кровеносные сосуды, и уже оказывать системные действия, то есть циркулировать в кровеносном русле, условно говоря, и таким образом, да, они оказывают системные действия. На самом деле бояться этого не стоит, это все максимально безопасные препараты, поэтому тут все в целом неплохо. По механизму действия их разделяют на три больших группы, ну, на две больших группы. Это те препараты, которые действуют на нервную систему насекомых, туда относятся вот все, много-много всяких там блокаторов, рецепторов, и туда же относятся препараты-репелленты, которые могут обладать неким отпугивающим эффектом. И большая группа препаратов, которые называются регуляторы роста и развития насекомых, это препараты, которые, о них я скажу чуть позже, которые мешают нормальному циклу развития, вылуплению из яйца в личинки, куколки и так далее. Перейдем немножечко дальше. Сейчас я переключу слайд, один момент. Как нам выбрать идеальный препарат? К сожалению, идеального препарата, поэтому он у меня взят в кавычках, не бывает. Почему? Потому что все мы хотим, чтобы препарат был дешевый, чтобы он действовал вообще на всех паразитов, которые встречаются, могут встречаться у наших домашних животных, чтобы он был максимально безопасный, легкий в использовании. И вот один раз нанес и на всю оставшуюся жизнь. Такого не бывает. У всех препаратов, это лекарственные препараты, у них у всех есть показания, противопоказания, механизмы действия, побочные эффекты и так далее. То есть выбрать какой-то препарат, который вот вы один раз нанесете, и вот я даже не знаю, там на 6 месяцев он будет работать, такого, к сожалению, в природе не встречается. Поэтому регулярный залог, качественно регулярно обработанный животных, которых не будут кусать ни клещи, ни блохи. Это просто регулярное использование согласно механизму действия препаратов, этому спектру активности, на который он действует. Перейдем немножечко именно по группам. Первая большая группа – это макроциклические лактоны, туда относятся много препаратов. Это и вермектин, который практически уже в ветеринарии мелких домашних животных не используется, он остался только в медицине продуктивных животных, свиньи, коровы и так далее. Силамектин, максидектин – эти препараты, они широко встречаются и очень активно используются. Сейчас мы будем говорить про них чуть подробнее. На что они работают? Ну вот что следует помнить про вермектин. Несмотря на то, что препарат практически уже не используется в природе, но все-таки такое может случиться, надо помнить, что есть определенные породы собак, которые, скорее всего, покажут неприятные побочные эффекты в виде неврологической симптоматики, если этот препарат использовать. Это коли, шелти, бобтейлы, скайтерьеры и другие-другие породы. Их на самом деле достаточно много, а вот список у вас приведен на экране. Связано это с тем, что у этих пород собак не у каждого представителя, но у каких-то представителей, может быть, у них есть мутация в гене, которая является, скажем так, заслонкой на преграды между кожей, кровью и головным мозгом. Соответственно, если есть дефект от этого гена, то вот эта заслонка работает плохо. И, соответственно, все эти нейротоксичные препараты, они непосредственно из кровеносного русла могут попадать в головной мозг и вызывать нейротоксичность. Но при этом такие препараты, как селомектин и максидектин, такими неприятными побочными эффектами практически не обладают. Это требуется очень-очень большая доза, либо это животное с какими-то уже предрасположенными моментами относительно неврологической симптоматики. Например, это уже животное с эпилепсией, условно говоря. Что следует помнить, макроциклические лактоны – это такие препараты, которые хорошо действуют против... Хорошо действуют против чесоточных клещей, то есть не тех товарищей, которые у нас в природе встречаются, а тех, кого мы можем подцепить. Не мы, а даже наши пациенты, кошки, собаки, могут подцепить при общении с собратьями своими. Селомектин хорошо действует против блох, поэтому, например, он входит в состав препарата Stronghold, и это очень популярный препарат, и часто его используем и назначаем. Препарат, действующее вещество максидектин, он входит в состав препарата Адвокат, отдельно по препаратам я чуть позже скажу. Так вот сам по себе максидектин, например, не действует против эксодовых клещей, не действует против блох, так же, как и вермектин. Поэтому обычно эти препараты, действующие вещества, если используются в каких-то пипетках, то они идут в комбинациях с теми препаратами, которые будут переключать, перекрывать на себя весь спектр этих паразитов. Так, немножко по препаратам. Их два основных, препарат Адвокат и препарат Stronghold. Я сразу хочу оговориться, я в прошлом эфире этого не сказала, скажу здесь. При подготовке этой лекции и фраза «нельзя беременным», «нельзя молодняку» и так далее, я пользовалась не только инструкцией к препарату, но еще и справочниками. И вот, например, в некоторых справочниках, например, последний, врачи должны это знать, последний фармакологический справочник 2018 года от Плампа, там есть упоминание о том, что те препараты, в которых в инструкции, я об этом скажу, написано, что можно беременным, на самом деле, например, в Плампе написано, что не рекомендовано и так далее, и так далее. Кому верить, я не знаю, я, наверное, в этом случае лучше мировому справочнику фармакологическому поверю и вот буду выбирать другие препараты для особых групп насекомых, Господи, что я несу, для особых групп пациентов. Итак, препарат Адвокат, он помимо максидектина и содержит в себе еще и медоклоприд, который как раз-таки не будет, будет работать против блох. То есть этот препарат у нас будет работать по большому счету против чесоточных клещей, против блох, он не будет работать против оксодовых клещей. И вот эти два препарата Адвоката Стромхолд, они еще будут работать против гельминтов, но, и это тоже очень важно, они будут работать только против круглых гельминтов, против нематод, на плоских червей, на цистот, никакого эффекта эти препараты оказывать не будут. Поэтому эти препараты, капельные, капли на холку, не являются препаратами выбора для дегельминтизации собак-кошек. Что следует помнить, да, вот я тоже написала на слайде, в высоких дозировках моксидектин не рекомендован особым породам, его можно использовать хорькам, морским свинкам, ежикам. Есть определенный возраст, когда эти препараты можно использовать. Это, в принципе, тоже все приведено на слайде. Плюс вот такой момент, если вдруг вы в конструкции в препарате, опять же, это в первую очередь касается беременных животных или лактирующих, и там будет такое упоминание, разрешено при осторожном использовании под контролем ветеринарного врача, либо разрешено использование после консультации с ветеринарным врачом. Я скажу так, никто не знает, какой смысл вкладывается в эти фразы, и сами ветврачи вам не смогут ответить на вопрос, какую консультацию они должны дать владельцам животных, для того, чтобы понять, этот препарат можно беременной собаке, или собаке, которая кормит щенков, или нельзя. Поэтому лично мои выводы, если я вижу какое-то такое упоминание о том, что там требуется консультация или с осторожностью применять, я лучше этот препарат применять не буду вообще. Такой группе животных по одной простой причине, что если вдруг и даже будут какие-то осложнения в беременности или у щеночков, бог его знает, это может быть проблема вообще не связанная с препаратами, но очень легко будет, например, найти такую точечку и сказать, а вот это вы назначили, это за вас наша собака, например, щенков уродливых родила. Поэтому я вот для себя выбрала такую тактику, что если есть какое-то такое обтекаемое понятие в инструкции, я буду считать, что это обтекаемое понятие говорит, что нет, это использовать нельзя. Соответственно, вот, например, про тот же самый Мидоклоприд в справочнике написано, что он не рекомендован самим производителем для использования у беременных животных, но вот Максидектин использовать можно вроде как по всем данным, но опять же есть другие препараты. Что следует помнить про Стромхолд и про Адвокат? Это системные препараты системного действия. Они не будут оказывать никакого побочного действия на почки, на печень, на желудочно-кишечный тракт, на что-то другое. Но если владелец, например, очень сильно переживательный по этому поводу, тогда просто для обработки его питомцев необходимо выбирать другие препараты, которые будут не системного, а местного действия. Этот препарат Стромхолд, он разрешен также особым породом, и это тот препарат, который очень часто используется в медицине экзотических животных, хорьков, крысок, мышек, ежиков и так далее, и так далее. Это тоже следует помнить, это два основных препарата, которые используются для другой группы животных, которые тоже к нам могут приходить на повторный, на первичный прием. Итак, следующая группа препаратов – блокадеры гамма-аминомасовных рецепторов, хорьков, хорьков, каналов, туда относятся две большие группы. Одна из них – это группа из эксозолины, вторая группа – фенилпирозолы, куда относятся практика фронтлайн. Сейчас отдельно поговорим про них. Что-то у нас лейт не переключается, момент. Что нам про эти препараты надо знать? А знать нам следует вот что. Начнем мы сначала про фипронил. Про фипронил и переполурол. Они хорошо действуют против блох и эксодовых клещей, причем против блох они работают чуть-чуть хуже, не потому что сам препарат хуже, а потому что по механизму действия максимальная активность, максимальный эффект от препарата наступает не так быстро, как хотелось бы. То есть это может быть до пару суток достигать вот этой эффективности необходимой. Поэтому если, допустим, у нас есть проблема с тем, что вот блох очень много, то, наверное, стоит выбрать другой препарат, не на основе фипронила, либо в комбинации фипронил с чем-то. На эксодовых клещей действует хорошо и очень хорошо. И вот, кстати, я тоже надо было сразу сказать, но поскольку мы пришли к препаратам, которые действуют на эксодовых клещей, о чем следует помнить. Подавляющее большинство препаратов, которые защищают от эксодовых клещей, их механизм, их принцип действия таков. Клещ кусает, берет на себя дозу препарата и умирает, не успев передать инфекцию. То или же мы, когда боремся с эксодовыми клещами, наша основная задача не сделать так, чтобы клещ не укусил, а сделать так, чтобы та возможная инфекция, которую он себе несет, не попала в животного. Почему это так? Большинство инфекций, которые, например, встречаются в нашем регионе, в более таком северном, они передаются при кровососании за 24-48 часов. Потому что передачей инфекции от клеща собакам и кошкам, она очень сложная. Там только 10 часов перестраивается ротовой аппарат клеща, чтобы он вообще мог что-то передать. Он очень долго закрепляется. В общем, это такой сложный, достаточно интересный момент. Но за то время, пока клещ присасывается, вкручивается в кожу, цементируется в коже, он уже просто успевает взять доз препарата, умереть, и не успевает передать ту инфекцию, которая нас больше всего интересует. Потому что сам по себе клещ, ну, клещ и клещ. А вот инфекция достаточно серьезная, и порой они бывают смертельно опасными. Что касается того же самого фипронила. Фипронил, он противопоказан кроликам. Это тоже очень важная вещь. Не знаю я, я уже годами ищу ответ на этот вопрос, и не могу найти, что именно происходит. Но самое первое исследование, по-моему, оно было сделано в Германии, использовали фипронил на кроликах, и большая часть кроликов в этом исследовании погибла в судорогах. Соответственно, после чего сделали вывод, не сильно разбираясь в фармакокинетике и фармакодинамике, почему это происходит, просто вот принято так, что фипронил кроликам нельзя. Поэтому его кроликам не используют. Плюс ко всему, эти препараты, они могут быть токсичны для гидробионтов. Это кто такие? Это рыбы, лягушки, тритончики. Поэтому, если вы на животное капаете эти капли, то стараться в ближайшие несколько дней не пускать их в открытый водоем, потому что они могут просто-напросто отравить фауну, которая там обитает. Ну, и большая группа препаратов из оксозолинов, куда относятся флуораланер, флуораланер, бровекта, афоксоланер, нексгард и саларанер симпарика, они, по-моему, действуют вообще на все. Например, тот же самый бровекта даже уже доказанный эффективен для профилактики лишь маниоза в регионах, где встречаются москиты, потому что, если это больных собак рекомендовано им обрабатывать, потому что кусает москит и погибает через какое-то время, не успевая передать вот эту опасную, смертельно опасную болезнь общую для животных и человека, у нас ее в стране нету, не переживайте. Ты просто сказал, что эти препараты работают практически на все. И давайте сейчас отдельно про них. Фронтлайн и практик. Что следует помнить? Практик, он бывает только в виде капель, фронтлайн он бывает еще в виде спрея. И вот, например, если мы имеем дело с уже такими подросшими щенками и котятами, то нежелательно использовать молодняку до двухмесячного возраста. Эти препараты в виде капель. Но спрей фронтлайн доказано разрешен к использованию у щенков и котят в возрасте от двух дней. То есть, в основном это используется для тех животных, которых нам нередко приносят владельцы, которых они только что подобрали на улице. Это маленькие котята, им там ничего, глазки закрыты, и они все уже в блошиных фекалиях, и эти блохи реально по ним прыгают, потому что этот котенок где-то там в подвороте не лежал, не может никак вообще даже двигаться, а его кусают блохи. для таким животным разрешен. И вот важный момент, я тоже об этом в прошлый раз не сказала, скажу сейчас. Вообще, в инструкции к фронтлайну написано, что его можно использовать беременным эрактирующим животным. Но тот же самый план за 2018 год содержит черным по белому информацию, в которой написано, самим производителям не рекомендовано использовать этот препарат. Это не конкретно про фронтлайн, а в целом про фипроним, то есть про действующее вещество. Кому верить, кому не верить, я не знаю. Ну, я бы, наверное, что-то другое выбрала на самом-то деле. И эти препараты, они обладают местным действием. Практика только для кошек, фронтлайн бывает еще и для... Ой, вру, вру. Практика только для собак бывает, а фронтлайн бывает еще и для кошечек. Поэтому, они местного действия. И если есть, например, какие-то опасения о том, что может быть, переживает владелец или вот сам доктор переживает, так тоже бывает, доктора бывают очень переживательными, может использовать этот препарат, например, для какого-то клинически, не очень системно здорового животного, его можно использовать абсолютно безопасно, он никак не влияет на внутренние органы. Что следует помнить про изоксозолина? Это симпарика, бровекта и нексгард. Это препараты системного действия. В основном они у нас есть в таблетках, но препарат бровекта есть еще в каплях, каплях для собак и каплях для кошек. Что следует помнить? В основном, ну вот тут основные все моменты по препаратам написаны, до двух недель собачкам нельзя использовать, до 11 недель кошечкам. Этот препарат можно использовать беременным и лактирующим собакам, проводились исследования. Про кошек такой информации нету, поэтому тут, скорее всего, лучше кошкам ничего не использовать. Кошки вообще такие особенные, космические животные. Что еще очень важно, этот препарат проводилось исследование, и он безопасен с одновременным применением препаратов на основе мельбимицина. Конкретно исследовался препарат мельбимакс. Поэтому, если вы своему питомцу даете одномоментно и бровекта и мельбимакс, абсолютно спокойно, все хорошо, это задокументировано, это есть научное исследование. Что еще есть? Есть еще фронтлайн нексгард, есть нексгард спектра. В нексгард спектру добавлен дополнительный мельбимицин, то есть этот препарат тоже может быть как антигельминтным препаратом, и этот препарат хорошо будет действовать, потому что это макроциклический лактон, мельбимицина будет действовать против возможных микрофилярий, которых, возможно, передаст у комар при укусе вашему животному. Дирофиляриоз это очень неприятная болезнь, бывает в двух формах, в сердечном виде, то есть червяки живут в сердце, либо подкожная форма, когда червяки живут в коже, что тоже, знаете, не очень приятно. Поэтому, например, я своему животному на летний период своей собаке использую всегда Нексгард спектру ежемесячно, и мы перекрываем блох, клещей и, соответственно, возможных микрофилярий, которые можно получить от укуса комара. Предотвратить укус комара невозможно. Это то же самое, как практически невозможно предотвратить укус блохи. Это насекомые, которые очень мало времени проходят на теле человека и животных, им достаточно минуты для того, чтобы напиться кровью, бросить туда в кровь всякую дрянь и улететь. Про симпарику. Несколько слов. Симпарика, она вообще в нашей стране встречается в одном виде, в виде препарата симпарики, но за рубежом есть препарат, который называется Stronghold Plus, и туда дополнительно к силамиктину, который в обычном стромхолде находится, добавлено еще вот как раз Солораннер, и этот препарат можно использовать кошкам. Поэтому, вот, например, при симпарике, я в скобочках возраст до 8 недель, что его нельзя использовать, написала еще и собак и кошек. В виде симпарики, конечно, кошек, ну, наверное, нежелательно, это не следовалось, но я знаю, что такие таблетки любят и врачи давать, но я, честно, ни разу не пробовала, потому что есть другие препараты, которые доказаны эффективно, доказаны безопасно, и зачем рисковать, когда есть то, чем заменить. И вот как раз таки, что следует помнить про изоксозолина, это не абсолютное правило, этому нет еще какого-то прям вот исследовательского подтверждения, но все-таки, если у вас животное с историей судорог, это какие-то эпилепсии, или что-то в этом роде, не рекомендовано эти препараты использовать, потому что неизвестно почему, но некоторых этих животных, которые были с подобной клинической симптоматикой, использовали этих препаратов, судороги усиливались, поэтому, наверное, следует этот момент избежать. Переходим мы с вами к блокаторам калиево-натриевых каналов, которые по факту являются перметринами, и перметрины, это такие очень древние лекарственные препараты, их используют не только в виде капель на холку, они входят в шампуни, в ошейники, вообще эти штуки, они даже используются и у продуктивных животных, и мне кажется, что они используются в качестве каких-то средств для борьбы с вледителями растений и так далее, это очень древняя группа препаратов. Действуют они, в принципе, на все, на блокно-эксодовых клещей и на летающих насекомых в том числе. Что важное, самое важное следует помнить, большинство, подавляющее большинство перметринов противопоказаны кошкам, и обычно на этих препаратах даже вот нарисована кошечка, которая зачеркнута, что кошкам нельзя. Почему? Потому что кошка очень несложно ответить на вопрос, почему. Некоторые кошки очень чувствительны к перметринам вплоть до гибели с развитием судорожной симптоматики, поэтому это делать не стоит. Но есть один препарат, который используется у кошек, он доказанный эффективен и безопасен, я про него скажу чуть позже. Эти препараты очень часто используются, в принципе, не только для обработки собак, но и для обработки помещений, потому что они могут действовать вот на ту популяцию паразитов, которые находятся непосредственно в помещении. Так, сейчас пойдем отдельно по препаратам. Секунду. Итак, основной и самый популярный препарат на основе перметринов это препарат Адвантикс. Он используется исключительно для собак. У перметринов заявлено репеллентное действие, но репеллентное действие это, знаете, сикость-накость. Тут очень сложно сказать. Все почему-то считают, что репеллентное действие это когда вот клещ или блоха подходит к животному, такие, как-то пахнет невкусно, развернулся, ушел. Нет, репеллент работает не так. Все равно требуется некий контакт насекомого или клеща непосредственно с препаратом. Поэтому быть уверенным, что если ваше животное обработано репеллентами, и оно не подвергнется нападению насекомых или клещей, ну, скорее, ну, возможно, эта вероятность будет ниже, нежели это не репеллентными средствами животное обработано. Все-таки быть уверенным, что этого не пройдет никогда не стоит. Плюс производители, например, того же самого Адвантикс заявляют, что репеллентное действие длится от 4 до 6 недель, но тут следует помнить вот что. Сами по себе репелленты, они очень-очень быстро разлагаются по действиям окружающей среды. Свет, вода, ветер, воздух, влажность и так далее. Поэтому утверждать, что непосредственно конкретно в вашем животном, который у вас живет на даче, купается в водоеме или что-то еще, или там любит в грязи, например, кататься, да, такие уже бывают собаки-поросята, что на этих животных будет 4 или 6 недель работать репеллентный эффект, ну, скорее, нет, чем да. Собакам не разрешено до возраста 7 недель. Этот препарат не рекомендован беременно-лактирующим и очень неприятный побочный эффект, опять же, для гидробионтов запрещены эти препараты, они могут погибать. И вот тот самый препарат, который периметрин, флометрин, который разрешен кошкам, он есть в виде ошейника фореста. В чем плюс этого ошейника? Он действует 8 месяцев. Это вау, круто. И, наверное, не один препарат из тех, что есть на рынке ветеринар, он вообще так долго не работает. Но что есть несколько нюансов. Во-первых, эти препараты, они есть для кошек и для собак. Ой, да, для кошек и для собак. Для того, чтобы он полноценно начал работать, должно пройти не менее недели активного ношения. И для всех воротников есть очень-очень важный момент. Очень многие владельцы надевают воротник, и он болтается вот так вот, как обруч вокруг шеи. Нет, это неправильно. Препарат должен действовать каким образом? Попадает непосредственно в непосредственный контакт ошейника с кожей, он трется о кожу, и действующие вещества выделяются в кожу, распределяясь как раз-таки по липидному слою, попадая в сальные железы, попадая в потовые железы. Поэтому очень важно и очень за этим надо следить владельцам, чтобы прям с трудом пальчик пролазил между ошейником и шеей, чтобы животные не задушатся. Для того, чтобы задушить животное ошейник, он специально это делает. Соответственно, ошейник при носке в 8 месяцев он будет постепенно растягиваться, им постоянно надо подтягивать его, иначе защиты не будет никакой. И вот это очень важно как раз-таки про условия применения, потому что бывает так, что владелец надел ошейник и годами с ним ходят. А что, у меня есть ошейник, он работает, но никто не знает, что за ошейник, что там задействует, что, потому что владелец уже об этом забыл. Работает он, не работает, тоже ответа на такой вопрос нет. Переходим к следующей группе. К этой группе относятся два моих любимых препарата, один из которых есть у нас в доступе, второго больше нету. Препарат спиносата, таблетки для кошек, собак от Блох, конкретно, комфортис был. Года три назад у нас сняли в России с производства, и это очень печально, потому что это был один из лучших препаратов именно от Блох, за счет того, что он очень-очень быстро начинал действовать. То есть после потребления таблетки вот буквально несколько часов и животные уже полностью защищенные были. И препараты на основе медоклоприда, о которых я тоже расскажу. Итак, на что работает и медоклоприд? Медоклоприд не очень, с не очень широким спектром действия, Блохи в шивласоеды, но это вот основной спектр действий, он не работает против оксодовых клещей. Точно так же, как и все остальные препараты этой группы. Соответственно, против блох клещей, фу, против блох, этот препарат может быть являться препаратом выбора для тех животных, которые, например, живут только дома, кошечки или собачки, которые живут на подушке или на руках владельцев. Эти препараты могут быть препаратом выбора для этих животных, которые не контактируют с окружающей средой, у них нету источника, например, оксодовых клещей, ну кроме как владелец животного, который может там на одежде, например, его примнести. Ну, в принципе, эти препараты хорошо будут справляться именно с возможной инвазией блох, которая абсолютно прекрасно, гораздо с большей вероятностью, чем эксодовый клещ, придет в вашу квартиру. Препарат бывает для собак и для кошек. Что следует помнить? Вот, например, в инструкции написано про то, что разрешено использовать у беременных и локтирующих, насколько я помню, в тех же самых фармакологических справочниках, и я уже об этом говорила. Вроде как есть упоминание, что с осторожностью, ну вот, проконсультируйтесь с врачом. Ну, честное слово, вот если вы видите такую пометку, лучше эти препараты не использовать, бог его знает. Если столкнетесь с какими-то побочными эффектами, не дай бог, там у животных проблемы с беременностью будут, ну, будет очень легко найти какого-то виновника, в первую очередь это будет препарат. Но, наверное, лучше использовать то, что все-таки прямо официально разрешено. Подошли мы к вам, с вами, к регуляторам роста. Они бывают, действуют нахитин, это такая кожа у насекомых и клещей. И аналоги винильного гормона, это такие товарищи, которые мешают правильному этапу линьки. Как это происходит? В целом, отдельных препаратов, вот, регуляторов роста, как отдельных препаратов, в нашей стране нет. За рубежом есть прекрасный препарат, называется он лифенурон. Он бывает в виде таблеток, бывает в виде уколов. Я уже, честно, никогда просто им не пользовалась, не помню, но есть суть, по-моему, при инъекционной форме до 6 месяцев защиты от блох. Это здорово, круто и хорошо, у нас того препарата нет. Ну, так вот бывает. И все эти препараты, они не действуют ни на какую нервную систему, они как бы действуют наперед. Они способствуют тому, чтобы блоха, которая укусила животное, обработанная этими препаратами, в следующем, при яйцекладке, вырождала ущербных блох клещей, которые, в конце концов, просто не смогут продолжить свой жизненный путь, как нормальные насекомые или клещи. Что нам следует помнить про вообще, подытожим, общие вопросы обработки от блох клещей. Не рекомендовано совместное использование препаратов одной группы, одновременно имеется в виду. Ну, например, это препарат Stronghold, препарат, грубо говоря, пускай это будет Мильбимакс. И там, и там, группа макроциклических латонов лучше разносить на пару дней. С чем это связано? Возможно, усиление токсичности, потому что у вас одна группа и больше действующего вещества в организм животных попадает. Этому нету какого-то прям супер-пупер подтверждения, но я бы, наверное, так не стала. Кроме, допустим, препарата Bravect, который доказанно безопасен при одновременном использовании с этим препаратами. Мы должны, выбирая препарат, знать, что этот препарат, он прошел исследование по безопасности, он эффективен, и его можно использовать. Я к чему это говорю? У нас на российском рынке, вообще на постсоветском пространстве присутствует огромное количество самых каких-то непонятных лекарственных препаратов, которые работают против блох и клещей, такие все отличные, особенно это ошейники, таких очень много. Но в составе этих препаратов, этих лекарств, содержатся действующие вещества, токсичные, не только для животных, но и для человека. И почему они до сих пор проходят какую-то сертификацию и поступают на рынок, у меня ответа нет. Я такие препараты не назначаю, и на приемах владельцев тоже предостерегают использование их препаратов. Они реально, например, группа карбоматов запрещена во всем мире к использованию более 50 лет, потому что она токсична, в том числе и для людей, не только для собак. Тут еще вот такой нюанс, ну, относительно, мы поговорили с системой, чуть не уронила ничего. Простите, прошу прощения. Бывает, чуть не сказала, что длинные ноги, но это не так. Минутка юмора. Следует еще какой момент учитывать. Если у животных, если у животного требуется профилактическая обработка от блох и клещей, и у него, допустим, есть, например, хроническая почта, недостаточность, еще какие-то хронические, болезни, и владелец очень-очень переживает по этому поводу. Не надо намекать о том, что вы знаете, вот этот препарат, он вообще безопасен, а если что-нибудь случится, и потом вам за это выкатят. Лучше назначать те препараты, которых, нет, действуют системно. Они действуют местно, они также эффективны, просто так спокойнее и доктору, и самому владельцу животных, что никакого вреда дополнительному животному не будет принесено. Не будет принесено этого вреда. Есть еще у нас препараты комплексные от блох и глистов, от блох клещей и глистов, так вот, супер-пуперных можно использовать кошкам. Препарат Бродлайн в первую очередь для этих целей подходит. У кошек прекрасно всасываются все действующие вещества в кожу, и тот же самый прозик Вантелла, который действует против ленточных клещей, клещей, глистов, он прекрасно и хорошо всасывается через кожу кошек, достигает нужной терапевтической концентрации в кишечнике, и, соответственно, с этими гельминтами можно бороться. Что нельзя сказать у собак, те препараты, которые есть на нашем рынке, комбинированные для собак от глистов и от блох и клещей, у них концентрация прозик Вантелла всасывая ему ваго через кожу в кишечнике нужной лечебной концентрации чаще всего не достигает. Поэтому собакам тапикальные препараты на холку от глистов не стоит. Лучше использовать таблетки. Плюс еще такой момент. Вот если у нас кошки и собаки, ну, как я уже говорила, сидят дома, не выходят никогда на улицу, максимум, когда это происходит на руках владельцев, может быть, таким животным достаточно только макроциклических лактонов, тем же, тех же самых, того же самого стрип препарата Stronghold или Адвокат, потому что чисто технически, если они будут регулярно обрабатаны этими препаратами, то они не заразятся дипелидиозом, это тот паразит, который переносит блохи, и владелец может чисто технически на своих ногах принести на обуви яйца круглых гельминтов, это они именно так попадают, могут попадать в квартиру, то, возможно, периодической обработки регулярно макроциклическими лактонами, полноценные против блока, против глистов, этим животным будет достаточно. Но вопрос, опять же, спорный, чаще всего, как подобрать какой препарат, мы общаемся с владельцами и отвечаем на следующие вопросы. Во-первых, какая цель? Мы что-то лечим или мы что-то профилактируем? Плюс мы учитываем, с какими паразитами вообще питомец может столкнуться, и, соответственно, относительно этого мы уже убираем по спектру действия препаратов необходимый препарат. Мы выбираем препараты по быстроте действия. Если нам реально требуется здесь и сейчас как можно быстрее побороться с блохами, мы будем выбирать препараты, которые максимальную свою эффективность в течение нескольких часов будут уже нарабатывать. Надо учитывать сроки действия препаратов. Подавляющее большинство препаратов используются раз в месяц. Например, вот такой яркий пример. Есть препарат Frontline Combo. На нем очень гордо написано, и продавцы его так продают, что это препарат на три месяца. Но фипронил действует всего четыре недели, а эсметопрен, который аналог ювенильного гормона, он действует три месяца. Соответственно, полноценной защиты у вас будет всего месяц, потому что пройдет действие фипронила, вы будете уверены, что животное обработано, но клещи все равно будут кусать, блоки все равно могут кусать. Поэтому это очень важно. И условия содержания. Конечно же, условия содержания это очень важно. У нас есть разная группа собак. Есть, например, охотничья собака, которая постоянно в лесах, постоянно контактирует с лисами, с волками, с другими животными. И есть маленький полутораскилограммовый йорик, который живет на подушке с рюшечками. Он никогда не видел лесу, и не дай бог, чтобы он ее увидел. Таких животных тоже мы подбираем относительно образа их жизни, подбираем необходимые препараты и кратность использования. Плюс, что тоже немаловажно, особенно это касается противоблошиной обработки и профилактики против блох, это наличие других животных в доме. У вас может быть пять кошек и чешется только одна. Только в одной кошке мы подозреваем и лечим блошиный аллергический дерматит, но обрабатывать мы должны всех, потому что, если вот эта конкретная кошка будет обработана, ее укусят, и блохи умрут. Но они прекрасно будут питаться на других кошках, они прекрасно будут увеличивать популяцию насекомых вокруг этой больной кошки, ей все равно будет доставаться эти укусы. Поэтому сколько бы животных у вас дома не было, то животных необходимо обрабатывать всех. Даже если вы блоху видите на одном, а вот на этом тузике никогда ее не видели. Это все равно очень-очень важно. И уже так, под итог, когда мы выбираем препараты, мы как врачи, мы, конечно, в первую очередь должны учитывать предпочтение владельца. Не хочет владелец таблетку, не надо, есть капли. Вы никогда его не заставите. Если есть какие-то свои личные предубеждения, не надо, не надо, не надо. Вам с большей вероятностью владелец не поверит, нежели прислушиваться к вашему мнению. Мы должны учитывать, что против блох эффективность максимальная должна достигаться за сутки, против клещей за двое суток. Это обычно прописано в препаратах в разделе фармакокинетика, фармакодинамика. Такие вещи там описываются. Плюс, что следует помнить, препараты, в принципе, должны, будь они топикальные или будь они системного использования в виде таблеток, одинаковый эффект должен быть на всех участках тела. То есть не будет так, что, например, в месте нанесения на холку капель там концентрация максимальная, а на кончике хвоста вообще препарата нет. Он должно быть везде. И вот яркий пример, например, такому, видите фотографию лапки собаки и с внутренней стороны огромное количество клещей присосалось. И, насколько я помню, подпись к этой фотографии гласит о том, что это животное было обработано препаратами, по-моему, за две недели до этого или за семь дней до этого. И вот там вот просто концентрация препарата не была достигнута нужной. Поэтому это очень-очень важно. Плюс и в этом плане системные препараты будут работать гораздо лучше, потому что капельные препараты сохраняют свою максимальную концентрацию в месте нанесения. А потом со временем на остальных, на дистальных, так называемых, отдаленных участках тела эта концентрация будет падать. Ну и это у нас должен сохраняться действие, действие действующего вещества между нанесениями. То есть вы накапали, и вы должны знать, что оно вот еще четыре недели точно проработает. Какие формы препаратов вообще существуют? Есть ошейники, спреи, капли, шампуньи и таблетки. Капли и таблетки выделены, потому что это основные препараты, лучше всего использовать, пользоваться ими. Там самые лучшие действующие вещества, самые безопасные. Таблетками вообще все супер, они распределяются по всей поверхности тела, в каждом участке одинаковая концентрация, будь то около глаза, будь то около хвоста. Что нельзя сказать, например, про капли, про спреи или про ошейники. Ошейник вообще такое не самое лучшее средство, особенно, например, для кошек, потому что это источник травмы. Кошка очень подвижное животное и можно просто повеситься на этом ошейнике и можно получить реально очень серьезную травму. Плюс, например, для тех животных, которых много дома содержится, например, там несколько собак, и они активно друг с другом общаются, почему ошейник не очень хорошо, собаки могут сгрызть его, банально. И вот если они его просто полижут, наверное, в зависимости от того, что это за ошейник, я вот больше про фореста говорю, наверное, никаких побочных эффектов таких страшных не будет, но если они его сожрут, а такое тоже бывает, это будет два неприятных момента и токсичность от препарата и непосредственно эффект инородного тела в желудочно-кишечном тракте. Что касается шампуни, шампуни тоже не сильно хороши. Во-первых, в них в большинстве случаев содержатся перметрины, а мы помним, что перметрины кошкам нельзя, поэтому вы можете помыть каким-нибудь шампунем от блох и клещей кошку, а ваша кошка, к сожалению, погибнет. Такие случаи бывают. И что касается, например, тех же самых собак, собак-то вроде как можно мыть, они переносят перметрины, но вы шампунь смыли, все, никакой профилактики нет. Возможно, шампуни хорошо подходят для тех животных, на которых вот здесь и сейчас кишат какие-то насекомые, те же самые вши. Ну и то, это, знаете, больше для владельца неприятно, хочется чего-то смыть. Точно так же капли таблетки на всех этих товарищей будут действовать. И несколько слов про борьбу с блохами. Когда мы боремся с блохами, мы учитываем скорость действия на этих паразитов, мы обязательно обрабатываем всех животных в доме и не забываем про кратность использования. Если надо препарат использовать, допустим, по назначению врача раз в две недели, то значит, надо делать так. Если надо профилактически это делать раз в четыре недели, значит, это надо делать так, а не раз в пять, в шесть или ой, я забыла, сейчас накапаю. Потому что, если это животное с блошиным аллергическим дерматитом, вот этого небольшого пропуска будет достаточно для развития клинической симптоматики. Что касается репеллента. Ну, мы уже немножко обсудили блохи и репелленты, ну, такое себе, но в принципе для некоторых собак с серьезными блошиными какими-то проблемами я порой назначаю дополнительно несколько групп препаратов. Это может быть ошейник с репеллентом, флометрин, это может быть препараты на основе перметринов, это дополнительные другие препараты, ну, то есть мы прям иногда для некоторых животных несколько препаратов используем, это нормально. Требуется ли обрабатывать окружающую среду? Ну, на такой, я на самом деле небольшой любитель, я это делаю только тогда и назначаю, тогда, когда я на осмотре вижу следы жизнедеятельности блох на животных. Я понимаю, что их просто вокруг очень много, и тут надо тоже с ними бороться. В большинстве случаев мне это не требуется. И наша основная задача это быстрое снижение популяции, а не устранение новых укусов. Что касается окружающей среды, самым лучшим способом борьбы с блохами в окружающей среде является пылесос. Вы просто-напросто вот эти все неполовозрелые стадии можете механически убрать, после чего мешок пылесоса вытряхивается, завязывается и ликвидируется. Можно использовать препараты, препараты тоже есть, их достаточно много, и что следует помнить про эти препараты, они в основном на основе перметринов. А это значит, что для кошек это может быть очень неприятно и очень токсично. Поэтому тоже надо очень аккуратно к этому вопросу подходить. Требуется ли обрабатывать всю квартиру? Скорее нет, чем да. В основном это места, где чаще всего животное проводит время. Например, это игровые домики, лежанки. Это, например, я не знаю, какой-нибудь любимый коврик около двери, где постоянно кошка или собака любят лежать. Чаще всего это так. И тоже такая маленькая ремарка о том, что мы считаем, что вот у нас в стране мы, врачи, владельцы такие не совсем хорошие, они не соблюдают рекомендации. На самом деле, вот два исследования американских, они показали, что все владельцы одинаковые. Чем реже надо использовать препарат, чем чаще они забывают его использовать. Чем... Чем... Как это сказать-то? Они тоже забывают использовать эти препараты, ежемесячно. Если вы посмотрите, только 17% этих владельцев ежемесячно не забывают обрабатывать своих питомцев. Я думаю, что в нашей стране эти проценты ниже, но все-таки не забывайте это делать. Это очень важно. Это может избавить от очень многих проблем у вас, питомцев, и особенно, если это дело касается клещей, неприятных чеков из ветеринарной клиники, связанных с лечением достаточно серьезных смертевно-альпазных болезней, таких, например, как бабизиоз. У меня все, поэтому я на сейчас посмотрю ваши вопросики. Секундочку. Первый вопрос. Чем вы рекомендуете обработать морскую свинку? Вопрос с подвохом. От чего мы обрабатываем? С какой целью? Если, допустим, у нас морскую свинку надо обработать профилактически против лох, потому что вместе с ней проживают там кошки и собаки. Оптимальный препарат устромхолд на основе силамиктина. Пожалуйста, абсолютно спокойно. Чаще всего для экзотических животных, в том числе и свинок, используют именно эту группу препаратов. Так, смотрю еще. Есть ли еще у кого-то вопросы? Если вопросов больше нету, то тогда мы заканчиваем. Не забывайте подписываться на наши каналы YouTube. Там будет выложено видео, в том числе. Если какие-то вопросы, можете писать в директ. Мы на все это ответим. И всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин